Силовой троебори пауэрлифтинг динамично развивается в Севастополе. Его популярность способствует наличию необходимой тренировочной базы и квалифицированных тренеров. Кроме того, этот вид спорта практически не накладывает возрастных ограничений для занятий. Недавной же проверкой силы атлета стал чемпионат города среди спортклубов, культивирующих данную дисциплину. И юноши буквально 2000 года, и ветераны 60 лет были у нас участники, женщины-ветераны, девушки. Ну, соответственно, различные квалификации спортсмены были от безразрядников до уже спортсменов, мастеров спорта международного класса. В турнире приняли участие как мужчины, так и женщины. Победителями в жиме стали Иван Подрез, второе место Евгений Васильев, третий – Евгений Кривенцов. Лучший результат определялся по формуле Вилкса – соотношение массы спортсменок к поднимаемому весу. Среди женщин победительницей стала Юлия Калинченко, вторая – Екатерина Прокопьева, третья – Ирина Курилова. Мы хотим поехать на чемпионат украинских юниоров, отобраться на чемпионат мира в экипировке, который пройдет в Венгрии. И выступить на чемпионате Украины в Севастополе, который пройдет без экипировки, в котором я стал чемпионом мира. То есть в этом году я стал чемпионом мира. Я хочу отобраться и посмотреть. Поедем мы в Африку, не поедем, будем выбирать или на экипировочную, или на безэкипировочную. Какой результат? Результат международника покажет? Ну, конечно, да, конечно, я планирую, я уже практически его показываю в тренировочном процессе. То есть мне просто осталось поехать на международный старт и просто его подтвердить. В разделе тяга первым стал Михаил Федоров, второй – Виктор Горькинь и третий – Иван Подрес. У женщин в разделе тяга победила Виктория Казакова, вторая – Виктория Павлюченкова и третья – Екатерина Голубева. Прекрасно наши ребята все выступили. Ожидаемые были результаты. Чемпионы стали победителями по форму Левилкса. Это Подрес, Иван, чемпион мира, рекордсмен мира, Васильев Евгений. И красинец Андрей, он стал третьим, это ученик Подреса Ивана Сергеевича. А как вы считаете выступить на чемпионате мира в Норвегии в ноябре наш Анатолий Горячок? Вы знаете, мы очень надеемся на его выступление. Толик уже доказал это на чемпионате Европы, он выполнил все девять подходов зачетных, установил рекорд мира. Сейчас он является штатным членом сборной Украины. То есть мы, конечно, за него переживаем, готовим его. 15-го числа он уезжает у нас на сборы в кончу заспуг. И уже потом оттуда будут вылетать в Норвегию на чемпионат мира. В общекомандном зачете первое место завоевал спортклуб «Фаворит». Второй – «Пауэрспорт» и третий – «Спарта». Олег Савченко, Владимир Мелянский, Денис Корвель. Программа «Наше время». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Х Griot